Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Весть Крачао-Черкесия. События понедельника в репортажах наших респондентов. Главные новости. Позволяют улучшить экологическую культуру жителей региона. На берегу Кубани, на территории Красногорского Нарзанова источника, прошла всероссийская акция «Вода России». Абсолютно готовы откликнуться и прийти на помощь коллегам. Министр внутренних дел Александр Мельниченко поблагодарил журналистов за объективность и сотрудничество. Успеть не дать ей расцвести. В Черкесске началась кампания по уничтожению амброзии и конопли. Аллергенные и вредные растения подвергают химической обработке. А вот цветут пусть розы, пионы и ромашки. Сейчас это их время. Как за ними правильно ухаживать, все о цветах знает Галина Шовгенова, жительница поселка Иркин-Шахар. Защитить себя и своих близких, по данным оперативного штаба Карачао-Черкесии, по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в республике от COVID-19 привились более 52 тысяч жителей, а около 36 тысяч уже завершили оба этапа вакцинации. Продолжают работу 13 пунктов вакцинации и 25 мобильных бригад для маломобильных граждан или организованных коллективов. Для вакцинации граждан в настоящее время используются российские вакцины «Спутник Ви» и «Эпивак Корона». По данным оперштаба, сегодня в Карачао-Черкесии выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 163 человека госпитализированы. Воспитать экологическую культуру у населения и внести свой вклад в сохранение природы. Сегодня на берегу реки Кубань, на территории Красногорского нарзанного источника, прошла Всероссийская акция «Вода России», собравшая многих представителей различных организаций и жителей республики на уборку мусора. В экологической акции принял участие и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Сегодня очень важно сохранять и приумножать то, что мы имеем, и приучать к этому подрастающее поколение, отмечают организаторы Всероссийской экологической акции «Вода России». В открытии мероприятия приняли участие директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш. Гость нашего региона – постоянный амбассадор акции «Звезда шоу «Уральский пельмень» Юлия Михалкова, представители власти республики. Хочу сказать, что уникальные весна, уникальные воды Карачаева-Черкесии нуждаются в этом мероприятии. И организаторы сегодня еще большее значение придали, и я думаю, что мы его достойно проведем. И в дальнейшем. Вопрос экологии национального проекта находится на основном контроле главы Карачаева-Черкесской республики Рачила Борисовича Тимлизова. Хотел бы сказать большое спасибо всей вашей команде. Благодаря вам, благодаря вашему опыту, работу по всей стране мы берем, учимся у вас. В свою очередь гости республики отметили важность подобных акций, дабы воспитать у населения экологическую культуру. Эта акция в том числе носит и образовательный характер. Ведь наши с вами дети, внуки и будущие поколения так или иначе станут руководителями заводов, которые сбрасывают неочищенные сточные воды в наши речи. Да, сейчас и сегодня. Это те инженеры, которые будут проектировать доступные варианты тех же самых очистных сооружений. И вот сегодня мы показываем непосредственно в этой совместной работе, что и государство, и гражданское общество, они едины вокруг основной цели – сделать наши берега и водные объекты чище. У вас потрясающая природа, замечательные люди. Нужно, конечно, природу сохранять, помогать ей очищаться, потому что природа – это наш дом, это часть нас. И так как мы состоим из воды на 80%, то вода вокруг нас должна быть чистой. Буквально за несколько секунд участниками всероссийской акции «Вода России» было собрано вот столько кучи мусора. И, как отмечают организаторы, подобные мероприятия позволяют улучшить экологическую культуру жителей региона. Сборка мусора проходит раздельно. Разделившись на группы, все участники акции прошлись по берегу Кубани, собрав мусор в специальные мешки. К сожалению, многим отдыхающим необходимо объяснять правила нахождения на берегу реки и важность уборки за собой, заверяют участники акции. Периодически, так как мы жители этой республики, бываем, приезжаем, отдыхаем. И очень неприятно, что у нас так грязно здесь, что нас тут, как сказать, не соблюдают чистоту. Так что хотелось бы обратиться к людям, которые отдыхают, тут приезжают. Дорогие жители республики и приезжие, да, пожалуйста, соблюдайте чистоту, чтобы у нас было чисто, хорошо. Субботник еще идет, мы посмотрим по итогам. Вот если мы посмотрим туда, там уже несколько машин готовы к отправке. Это еще не вечер. Я хотел бы, чтобы люди все-таки стали более ответственны к себе в первую очередь и, соответственно, ответственнее к природе. Чем бережно мы будем относиться к нашей природе, тем мы сохраним наше нескончаемое богатство. Поэтому подобные субботники должны проводиться чаще, чтобы люди понимали и несли ответственность за свою родную землю. Алихан Ипшоков, Расул Бердиев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Узжигутинский район. Черкесские сотрудники госавтоинспекции провели рейд на выявление грубых нарушений ПДД. В результате выявлено 60 нарушений, среди которых управление транспортным средством при наличии неисправности уклонения от исполнения административного наказания, управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности и другие. Управление ГИБДД напоминает, что аналогичные мероприятия будут систематически проводиться на все территории республики. МВД по Карачаево-Черкесии убедительно просит всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и помнить, что от этого зависит жизнь и здоровье родных и близких. В МВД по Карачаево-Черкесии отметили самых активных представителей медиа-сообщества. Мероприятие посвятили 38-й годовщине образования подразделения в системе МВД. Ахмат Халкевич продолжит. Отчет своей истории подразделение журналистов «Погонных» ведет с 1983 года, когда приказом МВД СССР в структуре Центрального аппарата Министерства было создано пресс-бюро, отвечавшее за взаимодействие со СМИ и освещение деятельности органов милиции. За свое безмалово полувековое становление служба серьезно усовершенствовалась как в плане технического оснащения, так и оперативного реагирования на события. Благодаря оперативным съемкам, которые ведут сами полицейские, у людей появилась возможность видеть своими глазами, как проходят спецоперации по пресечению наркоторговли, террористских актов и иных нарушений закона. От всей души благодарю вас за преданность своей профессии, честность, объективность и профессионализм. Ни для кого не секрет, что уровень доверия населения к органам охраны правопорядка напрямую зависит от уровня их открытости. И свой профессиональный праздник журналисты-полицейские сочли необходимым отметить и труд своих коллег, гражданских журналистов, обеспечивающих открытость деятельности органов внутренних дел в медиасфере. Служу Отечеству, чтобы нам хватило силы, конь забьет на пасти час. Будем мы хранить Россию, чтобы она хранила нас. Спасибо вам большое. Правильно выстроенная информационная политика способствует решению весьма широкого спектра вопросов без обострений, подчеркнул главред газеты День республики Евгений Кратов. Всегда приятно, когда то, что ты делаешь в силу своих должностных обязанностей, но за это еще и говорят спасибо. Спасибо всегда приятно. Вот спасибо за это спасибо. Обращаясь к собравшимся, министр внутренних дел Карачаева-Черкесии Александр Мелинченко отметил, что современное общество сегодня живет в мире интерпретации. Важно не то, как сказал человек, и не то, как он это сделал, а то, как его подали и интерпретируют. В этой связи очень важную роль играет ваша журналистская объективность и компетентность, резюмировал руководитель ведомства. Мы не говорим даже сегодня про какие-то там буквальные вещи в виде репостов или там взаимной поддержки в медийном пространстве. Мы говорим о том, что вы все люди небезучастные, абсолютно готовые откликнуться и прийти на помощь коллегам. За это огромное вам спасибо. Большое. Ахмад Халкечев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия. Ну а сейчас время прогноза погоды на завтра. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии вечером и во второй половине дня местами кратковременные дождь и гроза, вестеро-восточные 5-10 метров в секунду и порывы до 11-14. Температура ночью 14-19, в горах до плюс 13, а днём 26-31 и в горах местами 20-25. В Черкесске ночью без существенных осадков, во второй половине дня кратковременные дождь и гроза, вестеро-восточные 5-10 метров в секунду и порывы до 14. Температура ночью 16-18, днём 28-30 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Сегодня в Черкесске стартовала гербицидная обработка амброзии и конопли. Этот способ один из самых эффективных, позволяет полностью выжигать траву. Химическая обработка запланирована на окраине города. Мероприятие для безопасности горожан по уничтожению сорняка проводится на площади 150 гектаров до периода её цветения. Специальная обработка амброзии в городе ведётся с 2015 года, а с 2019 при помощи гербицидов стали уничтожать и другую траву – коноплю. Совместная работа муниципалитета, правоохранительных органов и Росельхозцентра даёт свои результаты. Площадь воздействия сократилась, что говорит об эффективности химической обработки. Но, тем не менее, особенность амброзии не позволяет расслабляться. Это внутрикарантинный сорняк, поэтому он распространяется мгновенно. Одно растение в среднем даёт 25 тысяч семян. Самое такое хорошее, крепкое растение даёт семян до 100 тысяч. Поэтому с нею бороться ежегодно. Мы с 2015 года работаем, и каждый год у нас мы находим новые-новые очаги. Те, что проводят с кашеванием, то природа ей дано до пяти отрастаний давать. И после того, как скосят, она обычно ещё мгновеннее прорастает. А вот эти растения не только безопасны, они прекрасны и вызывают море положительных эмоций. Шикарные розы, турецкая гвоздика, петуния, лилии, пионы и много-много разных и красивых цветов. И вся эта красота растёт на приусадебном участке у Галины Шовгеновой, жительницы посёлка Иркин-Шахар. В гостях у цветочницы побывала Алла Динаева. Приусадебный участок Галины Шовгеновой утопает в цветах и полностью оправдывает название своей улицы имени Ивана Мичурина, известного биолога, автора многих сортов кладово-ягодных культур. И невольно вспоминаешь цитату этого известного учёного. Садоводство является послеполеводство одним из самых полезных для здоровья населения. И пройдя с Галиной её владения, убеждаешься в этом. Здесь не пустует ни один кусочек земли, но большую часть огорода занимают, конечно же, цветы. Мама очень любила цветы. Мы в детстве всегда вместе сажали, вместе выращивали. Ну, она любитель была цветов. У меня и хозяйство, и всё. Мы ничего не покупаем. У нас всё своё. Я выращиваю всё своё. Вот так вот. Галина рассказывает, что встаёт рано в 4 утра. День начинается с ухаживания за цветами, а их у неё до 90 разных сортов. Часть уже отцвела, но скоро распустятся другие. И так с ранней весны до поздней осени. А сейчас время цветения пионов и ирисов. А дальше пойдут розы и лилии, делится хозяйка. Осторожно ступая по тропинке, Галина Шовгенова с огромным удовольствием и нежностью рассказывает о каждом цветочке. Это моя гордость. Я знаю, что и всем нравится, и все, когда приходят и восхищаются. Галя, когда ты успеваешь это всё сделать? Когда ты успеваешь? И мне тоже вдохновляет это. Жить хочется. Цветы её жизни и дети. Помимо своих четверых, она воспитывает и девочку Нику, которая осталась сиротой в 4 года. У неё родители умерли. Я взяла эту девочку. Ну, как? Я когда брала её, я боялась, конечно, сперва. Но я думаю, всё равно возьму. Её хотели в детдом отдать, а мне жалко было. Думаю, где мои четверо детей растут, там пускай и пятый растёт. И вот так я взяла эту девочку. И вот воспитала. Да, она моя, моей сестры двоюродной, сына девочка. Вот таким образом она попала ко мне. Любовь ко всему красивому Галина привила и Ники и научила всему, что умеет сама. Ухаживают за растениями и выполняют работу по дому вдвоём. Ведь старшие дети Галины уже взрослые и живут отдельно. Ника, я тебя заберу, но мне надо сделать документы. А пока ты побудешь у бабушки и дедушки. Я начала плакать, потому что думала, что я одна, останусь туда-сюда. И вот я плакала, не хотела отходить, говорила, заберите. Потом всё-таки я две недели, по-моему, или одну неделю живала у бабушки и дедушки. Потом приехала мама, забрала. Меня приняли как родную, разумеется. И вот уже 10 лет живу с моей любимой мамой. Все дети мечтают о семье. У меня она появилась. И спасибо Аллаху. И я буду молиться Аллаху, чтобы мама прожила долгую жизнь и счастливую. Но помимо садовых цветов, Галина выращивает и домашние. Во дворе и в доме у этой хозяйки очень уютно. А приусадебный участок – красивый цветущий островок, уголок для души. Алла Динаева, Светлана Кокова, Рашид Токов, Ислам Урумов. Вести. Карачаево-Черкесия. Таким был понедельник. Карачаево-Черкесия. Прямо сейчас продолжение сериала «Эксперт». Приятного просмотра и ждите вестей. Продолжение следует...